В Северной Осетии подходит к финишной прямой первый этап строительства курорта Мамисон. Уже в конце этого года любители зимних видов спорта смогут опробовать первую трассу. Говоря о канатных дорогах, мы на последней миле в ближайший месяц-полтора мы выходим на процесс пусконаладки. Что касается горнолыжных трасс, у нас идет активное профилирование и, соответственно, выполняются работы по инженерной защите. Однозначно 14 километров горнолыжных трасс и две канатные дороги в текущем сезоне горнолыжного 24-25 наши туристы протестируют. Проект подразумевает 8 горнолыжных трасс общей протяженностью 20 километров, две канатные дороги, систему снегообразования, сервисный центр, рестораны и гостиницы. Ожидается, что Мамисон станет точкой притяжения для людей, предпочитающих активный отдых со всей страны. Инженерная инфраструктура составляет три вида. Это энергообеспечение, водоотведение, водоснабжение. Водоотведение у нас выполнено на 100%, водоснабжение у нас выполнено на 90%, сейчас на завершающей стадии. Энергоснабжение тоже, все трансформаторы инфраструктуры уже на объекте, часть мы уже подняли на гору. Ведется активно, ведется устройство кабельных линий на горе. Проект получил второе дыхание еще в 2018 году, после переговоров экс-главы Республики Вячеслава Бетарова и президента России Владимира Путина. Активный этап строительства начался в мае 2022 года. За это время специалистам удалось смонтировать 34 опоры для канатных дорог, расчистить трассы. В течение месяца планируется завершить сборку станций, а уже этой зимой запустить обе канатные дороги. У нас сейчас этап завершения поставки канатных дорог, это первое. Второе, у нас все фундаменты готовы, а их у нас две, я напомню, одна гондольная, однокресельная канатная дорога. Значит, мы смонтировали линию канатных дорог, то есть 21 опора смонтирована у нас по канатной дороге М1 и 13 опор смонтированы у нас по М2. Компания «Кавказ.РФ» уже реализовала ряд проектов горнолыжных курортов. Это «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Ведучи» в Чечне и «Армхи» в Ингушетии. Здесь строительный сезон очень короткий, составляет всего 4 месяца. Как только появилась возможность работать на горе, люди мобилизовались. В количестве здесь вообще у этого подрядчика около 250-270 человек до момента заняты на строительстве. Завершить проект «Момисон» рассчитываю до к 2028 году. Появление новой туристической точки обеспечит работой около 200 человек и станет одним из самых перспективных туристических направлений на Северном Кавказе.